МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Встретили праздник и проводили на зимовку фонтан. День народного единства в Краснодаре отметили маршем патриотизма. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это факты на девятом. Здравствуйте. На Кубани резко похолодало. Настолько, что сегодня ночью с деревьев посыпались еще зеленые листья. А в среду синоптики вовсе ожидают снег. Леонид Манчинский узнал, готов ли Краснодар встретить настоящую зиму уже в ноябре. Пройти сквозь снег, лед и городские пробки невредимым автомобилисту Виталию Поддубному помогает его золотое правило. Прогноз погоды неутешительный. Зимние покрышки на колесах позволят вовремя затормозить и избежать заносов на льду. Однако принцип «готовь сани летом» для краснодарских водителей не актуален. Клиенты не торопятся. Побеспокоятся заранее о своей безопасности на дороге. И, как показывает практика, как только выпал первый снег, люди начинают приезжать не только переобуваться, но и делать повреждения автомобиля. Переобуться стоит не только автомобилем, считают врачи. С первым снегом у травматологов становится в пять раз больше пациентов. На больничные койки отправляются в основном пожилые люди, лыжники и те, кто не по погоде одет. В гололед, в мороз. Но не нужно ходить на красивой обуви, на коже. Не нужно ходить на высоких каблуках. Это опасно. Но бывает, что люди падают таким образом, что у них ломается позвоночник, они теряют сознание. Отдельный вопрос – это нарастающая популярность лыж, как снежного вида спорта. Неправильный подбор и неправильное обучение человека приводят к тому, что вместо долгих, хороших воспоминаний о лыжном катании, можно долго и упорно лететь в последствии травм. Ждать зимы осталось недолго. По словам специалистов, атмосферный фронт накроет север-края в среду. Кто у нас увидит снег воочию, это, скорее всего, жители южных районов края. Это Горячий Кличевской, Абширонский, Мостовской районы, горные районы, Туапсе. Насокая вероятность образования гололедиц на дорогах. Встречать холода во всеоружии собираются и городские службы. Как нам сообщили в пресс-службе администрации Краснодара, все меры для этого приняты. Есть снегочистительная техника и специалисты. Однако автомобилист Виталий говорит, больше верит в зимнюю резину, чем в безопасные дороги во время гололедицы. Леонид Манчинский, Мальвина Магомадова, Денис Горбунов и Сергей Целиков. Девятый канал. Краснодар. Виновные в убийстве 12 человек в станице Кущевской получат максимальные сроки наказания. Об этом заявил губернатор Александр Ткачев в интервью Сергею Брилеву, автору, ведущему «Вестей в субботу» на канале «Россия-1». Тельмост Москва-Краснодар был посвящен годовщине трагических событий в Кущевской. На связи с нами губернатор Кубани Александр Ткачев. Здравствуйте, Александр Николаевич. Да, здравствуйте. Александр Николаевич, тут мы все видели сюжет, который прошли в новостях. И, естественно, не можем не порадоваться за жителей Кущевки. Кущевки у них там и новый ледовый стадион, и много всего другого социального и экономического, очень симпатичного. Но вопрос в том, а где гарантия, что в каком-нибудь другой Кущевке не зреет нечто подобное тому, что произошло год назад? В чем гарантия? Вы знаете, я абсолютно убежден в том, что даже в криминальном мире, вот так, чтобы взять невинных людей, убить детей, это за гранью. И, конечно, это я связываю лишь с тем, что это просто психически ненормальные люди, больные люди. Конечно, выводы сделаны, потому что задача вернуть доверие правительным органам, к власти в целом. И, конечно, для всего силового блока и Кущевки, и края Кубани делать чести, чтобы такого не повторилось. Но я думаю, что большинство жителей нашей страны прекрасно знают гостеприимство нашего края, жителей Кубани. Вы знаете, мы сюда тем отличались, к нам приезжают более 13 миллионов отдыхающих туристов, и никогда ничего подобного не было. Поэтому я очень надеюсь, что такого не повторится, и мы действительно эту страницу сможем перелистнуть и жить дальше. Александр Николаевич, вы сейчас затронули очень важный момент, который, возможно, заставит меня задать вопрос, который мне самому очень не нравится, он мне неприятен. Но, тем не менее, вот смотрите, какая история. Ну, понятно, что главная проблема была в том, что годами все это длилось, целая банда контролировала город, и это вылилось в это ужасное преступление, действительно, психопатическое какое-то. Но в чем вот главная тут проблема? Вот в теории, если рассуждать, ничего бы этого не было бы, если бы был действенный демократический контроль за теми же самыми правоохранительными органами там на местах. Другое дело, вот тут я сейчас задам очень неприятный для меня личный вопрос. Если представить, например, что мы бы как в Америке выбирали шерифов, то вот в таких местах, как Кущевка, по состоянию на год назад, не было бы опасности, что в шерифы избрали бы как раз одного из тех, кто был убийцей, кто контролировал город от лица, по сути дела, бандформирования. Я отвечу, Сергей, я отвечу. Нет, я с этим не согласен. Этого не было на самом деле, чтобы эта банда контролировала все подряд, все подчинялись, строились, платили и так далее. Так, чтобы люди боялись выходить на улице. До этого, кстати, 40 тысяч было мероприятия, проводили День Станицы. Ни одного хулианского происшествия. Понимаете, и были сбои в управлении системы, и действительно, и руководители Центра дали здесь должную оценку, вы знаете, очень многие привлечены к уголовной ответственности, получат тоже заслуженное наказание. Но, еще раз повторюсь, чтобы такого не повторилось никогда, здесь, конечно, нужен комплекс меры. Вы затронули на самом деле сложный, сложную тему и сложный вопрос. Я думаю, вы знаете, хочу сказать, что главу администрации Кущевского района до сих пор, у него рейтинг до 70%. И год назад, во время трагедии, и сегодня, люди его уважают, люди его поддерживают, люди связывают с ним будущее развитие, потому что он всегда был с ними, он был честен, и действительно, это хозяйчик настоящий. Значит, все-таки не все так было плохо, и во власти в том числе. Еще раз говорю, не без родов, они есть везде. Здесь так случилось. Еще раз говорю, нам нужно пройти, перешагнуть через это, и жить дальше. И здесь, естественно, сделав выводы. Александр Николаевич, последнее. У вас есть уверенность, что совершенно точно за решеткой оказались все те, кто был вовлечен в то ужасное убийство? Я убежден, я уверен, у нас нет другого пути, у нас нет другого выбора. Не то, что люди не простят, просто мы, мы, но по-другому невозможно. Эти люди должны получить свое, свое по максимальным срокам, потому что это не люди, это звери, это уроды моральные, которые должны сгнить в тюрьме. Ну что ж, спасибо, Александр Ткачев, губернатор Краснодарского края, был на прямой связи со студией Вести в субботу. Спасибо. Театральная площадь Краснодара до весны теперь без фонтана. Он, как и положено, закрыт на зимовку. А последнее в этом году водное шоу увидели все, кто отметил 4 ноября День народного единства в центре города. А там был и концерт, и митинг, и шествие. Вместе с горожанами по главной улице города прошел и губернатор края Александр Ткачев. Ирина Кизельбашева об объединяющем празднике. 30 тысяч человек пришло в Краснодаре на марш патриотизма. 4 ноября на личности недели, хоть и понятие народного единения у каждого свое. Это союз, это действительно объединение всех людей, независимо от их национальности, их убеждений, от их идей. Я так думаю, что чем сложнее жить, тем люди объединяются сильнее. Страна, которая являлась оплотом православия, наверное, все-таки вот это вот единство, через веру единую, мне кажется, это очень важно. Когда мы все вместе. По красной прошел и губернатор. Александр Ткачев возглавил колонну. На площади перед драмтеатром там развернули концертную площадку. Глава Кубани остановился, чтобы подождать остальных. Как только дошли замыкающие процессии, губернатор поднялся на сцену, чтобы поприветствовать краснодарцев. 4 ноября 1612 года закончилась страшная смута, которая мучила людей. Долгие годы подвиг Минина и Пожарского почему-то был незаслуженно забыт. Нам искусственно навязывали другие праздники и ложные идеалы. Слава Богу, хватило ума и воли, чтобы восстановить историческую справедливость. И сегодня мы вместе, и у нас общая, одна на всех цель сделать жизнь лучше. Чтобы сильнее стала экономика, богаче каждая кубанская семья. Чтобы никто не смог посеять между нами вражду и раздор. Чтобы наши дети росли в безопасной, процветающей и счастливой стране. Праздничное шоу Александр Ткачев смотрел вместе со всеми. Первыми и впервые в Краснодаре спели гости из Молдавии. Эстафету на радость поклонниц перехватил местный коллектив Триады. Рэперы постарались превратить концерт в дискотеку. Штырехлетняя Кристина Кабыш весело отплясывала вместе с мамой. Так говорит, что праздник дочке понравился. Но пока объяснить ребенку его политическое значение не удается. День единия, это здорово и классно. Мнение Кристины разделяли тысячи людей. Хоть вечер и выдался холодным. Площадь не пустела. Ждали выступления гостей из британского Ливерпуля. Закончился концерт последним в этом году водным шоу. Фонтан на площади выключат до следующей весны. День народного единства, символизирующего единение наций, на Кубани каждый отпраздновал по-своему. Кто-то встретил его на площади, кто-то в семейном кругу дома, кто-то отметил 4 ноября митингами и шествиями. Но всех этот праздник объединил одним общим смыслом – сплоченности и верности традициям. В самолетах, летающих в Краснодар и Сочи, кресла будут раскладываться как кровати. Это касается тех самолетов, которые летают к нам из Австрии. Такими планами на будущее сегодня поделились сотрудники компании «Австрийской авиалинии». Авиакомпания отмечает десятилетие регулярного сообщения между Австрией и Кубанью. Известно, что местные власти австрийцы обсудили новые предложения и инвестпроекты зарубежной авиакомпании. Как рассказали сотрудники иностранного перевозчика, меню в полете предложат необычное. У нас поставщик бортового питания компания «Доэнко», которая обеспечивает гонки «Формула-1» питанием. То есть это всегда эксклюзив, это всегда свежая, вкусная еда. Еще дополнительный плюс для жителей и пассажиров из Краснодара. Кроме того, в планах компания «Австрийской авиалинии» вдвое увеличит число рейсов из Вены в Краснодар и обратно. Примечательно, что в воздушном флоте иностранного перевозчика одному из воздушных судов руководство компании решило дать имя. «Фокер-100» назвали «Краснодар», так как направление Вена-Краснодар, по данным участников сегодняшней конференции, одно из самых рентабельных в стране. Найти и наказать виновных в избиении Спартака Гагниева. С таким требованием представители клуба «Краснодар» выступили сегодня на своем сайте. При этом рассказывать подробности инцидента в клубе пока отказываются. Напомню, пятничный матч молодежных команд «Терека» и «Краснодара» не был доигран. На 72-й минуте при счете 0-3 в пользу краснодарцев на поле произошла драка. Позже в некоторых СМИ появилась информация, что в подтрибунном помещении стадиона в Грозном был избит Спартак Гагниев. Ни фотоснимков, ни видео этого инцидента нигде нет. В футбольном клубе «Краснодар» заявили, что кассету-запись у них выкрали. Вице-президент «Терека» Хайдар Алханов заявил в газете «Советский спорт», что потасовку спровоцировал Спартак Гагниев. Игрок якобы оскорблял скамейку запасных «Терека» и болельщиков грозницкой команды. Хотя 5 ноября, на следующий день после игры на официальном сайте грозницкой команды, появилось совместное заявление руководителей «Терека» и «Краснодара». Общий смысл текста прост. Клубы признают, что произошедшее не красят наш российский футбол. Но разбираться в произошедшем теперь должны в РФС. И на добрососедские отношения двух команд конфликт не повлияет. Но вот спустя сутки позиция руководителей «Краснодара» изменилась. На сайте горожан появилось официальное заявление. Представители клуба провели свое внутреннее расследование случившегося. Им даже удалось восстановить запись. Матч ее уже передали в РФС. После просмотра видео о добрососедстве с грозницким клубом в «Краснодаре» говорит «Перестаре». Сам «Спартак Гогниев» раскрывать подробности случившегося не спешит. Вот что он рассказал порталу «Лайф Спортс». До сих пор неясно, кто именно избил игрока. В интервью Русской службы новостей руководитель пресс-службы Российского футбольного союза Андрей Малосолов заверил, что меры будут приняты вплоть до дисквалификации стадиона в Грозном. Это вопиющий случай, выходящий за рамки всех приличий. Но самое неприличное в этой ситуации то, что почти три дня этот инцидент замалчивали или морочили общественности голову, рассказывая о том, какая сволочь этот Спартак Гогниев, что он не соблюдает традиции и обычаи Кавказа, что он вел себя грубо и спровоцировал всех до такой степени, что сам и пострадал. В Российском футбольном союзе сейчас идет разбирательство дела Гогниева. Изучаются видеоматериалы, предоставленные Клубом Краснодара. В среду состоится заседание контрольно-дисциплинарного комитета Союза. Это факты и вот о чем мы еще расскажем в нашей программе. Он делит волос на сто частей. В Краснодаре открыли выставку почти невидимых экспонатов. В Ейске полицейских уличили в прогулах, игнорируют рейды по детскому закону. Стражи порядка не согласны. Таксисты, кассир, миллионеры. Современные Бонни и Клайд задержаны на Кубани, за что арестовали влюбленных. Пара минут рекламы, мы очень скоро продолжим. В Кубани ищут жертв финансовой пирамиды. Она работала под названием «Кредитный потребительский кооператив граждан». Полиция разыскивает вкладчиков кооператива в нескольких регионах страны. В Свердловской области против руководителей организации уже возбудили уголовное дело. Пирамида просуществовала пять лет и разрослась до двух десятков филиалов по стране. Учредители похитили больше трех миллиардов рублей, а обманутыми остались около 30 тысяч человек, в том числе и на Кубани, сообщили в пресс-службе МВД «Края». Мошенники завлекали вкладчиков процентами от использования денег на финансовом рынке Форекс. Но подобных вложений пирамида не делала, а деньги никому до сих пор не вернули. Если вы стали жертвой мошенников, нужно обратиться с заявлением в ближайшее отделение полиции. После 22.00 полицейские уходят домой. В Ейском районе комиссия администрации края проверила, как выполняется детский закон и выяснила, в этом году почти 250 ночных рейдов сотрудники полиции попросту прогуляли. При этом сдали отчеты о якобы выполненной работе. К детскому закону стражи порядка относятся формально. Во многих поселениях района даже тех, кого им все-таки удалось задержать, полицейские не спешили наказывать. Краевая проверка выявила. В этом году в районе после 10 вечера вернули домой около 340 подростков, но больше половины родителей так и не привлекли к ответственности. В целом в документации районного штаба хаос и беспорядок. Документация в ужасном состоянии, нет системы абсолютно никакой. Они сами путаются в своей документации, не могут найти документы необходимые. И вот такая ситуация. Однако районная полиция считает эти претензии необоснованными. По словам руководителей ведомства, их сотрудники должны выходить в рейды не каждый день, а лишь в пятницу, субботу и воскресенье. Подростков, гуляющих по ночам в Ейском районе, стало меньше, говорят полицейские. Правда, теперь не ясно толком, почему. То ли действительно закон действия, то ли просто никого не ловили. Всего же по краю в этом году после 10 вечера оперативной группы вернули домой больше 11,5 тысяч несовершеннолетних. Выставка практически невидимых экспонатов сегодня открылась в Краснодарском музее имени Коваленко. Ее автор – миниатюрист из Армении Эдуард Казарян. Свою экспозицию он назвал «Восьмое чудо света». Увидеть работы мастера можно только под увеличительным стеклом. Например, самую маленькую копию скрипки из Традивари – всего полтора миллиметра в длину. В Краснодар автор прислал 20 экспонатов. Делается все это под мощным микроскопом, который увеличивает несколько десятков тысяч раз. Но вы представьте себе, если автор этих экспонатов волос делит на 100 равных частей, вот так в длину режет. Вот уже представьте, насколько это тонкая работа. Казарянам сделано более тысячи микроминиатюр, и большинство из них подали на президентам разных стран. Своей работой автор не продает. Эту коллекцию уже увидели жители Европы и Америки. Для краснодарцев выставка будет работать еще три месяца. Киномания на девятом завершилась. Организаторы конкурса наградили победителей. Главным призом были четыре поездки на двоих в Сочи, на горнолыжный курорт. Их получили те, кто смог дозвониться в прямой эфир киномании и правильно ответить на вопросы викторины. Призы победителям вручал Андрей Трегубов, ведущий программы. Киномания длилась три недели. Принять участие мог любой желающий. Для этого зрителям нужно было смотреть кино на девятом и отвечать на вопросы. В первые две недели разыграли домашние кинотеатры и плазменные телевизоры. Помимо главных призов, каждый день разыгрывали по 50 кружек с логотипом девятого канала. Сегодня к Земле приблизится гигантский черный астероид. Его диаметр почти 400 метров. По расчетам специалистов НАСА, он обогнет нашу планету за 4 дня. Астероид приблизится не ближе, чем на 300 тысяч километров. Это две трети расстояния от Земли до Луны. По космическим меркам достаточно близко. Подобные сближения происходят примерно раз в 30 лет. Какого-то особого влияния на природные процессы появления небесного тела не окажет. Но, по словам астрономов Кубанского госуниверситета, у нас лучше всего астероид будет видно в ночь с 9 на 10 ноября. Правда, разглядеть его получится только в телескоп. Ну и теперь ко мне присоединяется наш ведущий спортивных новостей Павел Лаврентьев. Павел, я вас приветствую. Здравствуйте. У нас тут после выходных, Павел, небольшой перерыв в футболе, насколько я понимаю. Да, немного отдохнем. Ну, рекорды, да. Рекорды, вот, однако же, я знаю, все равно есть. С чем связано это? Да, Катя, Кубань чемпион, по крайней мере, благодаря болельщикам. По посещаемости наша команда бьет рекорды и на первом месте находится в российской премьер-лиге. С чем можно и поздравить наших земляков, нашу главную краевую команду. Кубань самая посещаемая команда российской премьер-лиги. На воскресной игре желто-зеленых против питерского зенита присутствовало 29 тысяч зрителей. Благодаря очередному аншлагу на стадионе Кубань одноименный футбольный клуб стал самым посещаемым в чемпионате страны. По иронии судьбы, в этом рейтинге он обошел как раз команду с берегов Невы. Вслед за болельщиками победу могли одержать и краснодарские футболисты. Первый тайм остался за «Зенитом». Единственный гол красивым ударом забил Игорь Денисов. Во второй половине встречи желто-зеленые буквально преобразились. По словам Даны Петреско, это был лучший тайм сезона в исполнении его подопечных. Краснодарцы создали сразу несколько очень опасных моментов. Один из которых закончился пенальти в ворота гостей. Лосинатор УР с точки не промахнулся. Ничья 1-1. Этот матч стал последним в первой части чемпионата России. После 30 туров Кубань занимает 6 место в премьер-лиге и будет бороться за места в Еврокубках. Футбольный клуб «Краснодар» закончил первую часть первенства на 9-м месте. Ему предстоит оспаривать право остаться в высшем эшелоне российского футбола на следующий сезон. Первые два тура заключительного отрезка чемпионата пройдут в ноябре. Остальные матчи пройдут уже весной будущего года. Краснодарский локомотив «Кубань» еще не вышел из кризиса. В очередном туре регулярного чемпионата подопечные Баждара Малковича уступили на своей площадке казанскому «Униксу». 48-62. У краснодарцев вновь обнажились проблемы в созидании. Да и лидеры команды не сумели справиться со своей задачей. Самым результативным в составе хозяев стал Лайнел Чалмерс. На его счету скромные 12 очков. Следующую игру железнодорожники проведут уже в рамках единой лиги ВТБ. В субботу они примут у себя питерский «Спартак». Журналисты и связисты сразились на бильярдном столе. В Краснодаре прошел городской турнир под названием «Шарпей». С участием представителей средств массовой информации и телекоммуникаций. 10 команд в течение дня определяли победителя. Им оказался фаворит соревнований команда компании «Вымпелком». «Связисты» одержали 4 победы и в очередной раз подтвердили свой высокий класс. Следующий турнир состоится 10 декабря. А прямо сейчас я передаю слово далеко не связисту и, наверное, только отчасти журналисту, а в первую очередь актеру театра и хотелось бы кино Дмитрию Крамури. У него прогноз погоды, а мы с вами увидимся в следующем выпуске «Фактов».